Итоги 2015 года подвели на собрание духовенства в Саратовской епархии. Возглавило мероприятие митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. О главных темах встречи расскажут наши коллеги. Выдающимся событием в жизни Саратовской епархии правящий архиерей назвал возобновление деятельности женского монастыря в честь Владимирской иконы Божьей Матери в городе Вольске. Владимирский монастырь был одним из самых значимых в епархии. Он был основан в 1858 году, разорен вскоре после Октябрьского переворота. Два года назад распоряжением областного правительства уцелевшие здания обители были возвращены церкви. Саратовская православная духовная семинария в этом году была признана прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет. Владыка Лонгин подробно рассказал о сотрудничестве епархии с органами власти и общественными организациями в проведении совместных мероприятий. Празднование дней православной книги, дней славянской письменности и культуры, дней памяти архиепископа Пимена Хмелевского, а также празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Значительная часть доклада правящего архиерея была посвящена теме строительства и реставрации храмов и церковных зданий. Особое внимание правящий архиерей уделил теме сотрудничества с государственными и общественными институтами в сфере образования. В докладе была также отражена работа епархиальных отделов, образовательных епархиальных учреждений, духовной семинарии, межепархиального женского духовного училища, православных гимназий. Говорилось также о проблемах церковной жизни и пастырского служения в Саратовской епархии. В завершении собрания Владыка Лонгин ответил на вопросы духовенства. Продолжение следует...